Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд я расскажу вам много интересного о событиях, людях и курьезах, произошедших в разных странах мира. Вот что подготовили для вас сегодня. В Бангладеш и Индии сильнейшие наводнения. Счет погибших идет на десятки. Есть пропавшие без вести. Мы вернули их, проведя расследование в обратном порядке. Сначала нашли сами предметы, потом проработали различные версии, а затем установили личности грабителей. Эти грабежи были совершены в 70-х годах, которые были золотыми для черных археологов и расхитителей гробниц. Уникальные экспонаты выставили в музее спасенного искусства в Италии. В чем особенность артефактов, кроме художественной ценности? Австралиец целый час отжимался от пола, чтобы побить мировой рекорд и установить собственный. Сколько же повторений сделал силач? Жуткая автоавария стала причиной гибели двух американских актеров. Подробности в рубрике «Жить». Автомобильная катастрофа унесла жизни двух актеров сериала от Netflix «Избранный». Жертвами стали Раймунда Гордунио Круз и Хуан Франциско Гонсалеса Гелар. Еще шестеро пострадали. Все произошло в Южной Нижней Калифорнии. Их микроавтобус по неустановленной причине съехал в Кювет и несколько раз перевернулся. Местные власти выразили глубокие соболезнования родным и знакомым погибших, отметив, что Круз был известным сценографом, промоутером театра иммигрантов и организатором недели детского театра. И это большая утрата. Индия и Бангладеш оказались во власти стихии, которая уже погубила 60 человек. Это плюсом 25 жертв наводнения, о которых мы сообщали на днях. Известно, что власти обеих стран отправили военных на помощь пострадавшим. К слову, только в Индии дома вынуждены покинуть около двух миллионов человек. Прервано транспортное сообщение, о ливне все продолжаются. Для помощи пострадавшим приходится использовать катера и надувные платы. А в Бангладеш в зоне наводнения оказались свыше 4 миллионов человек. Настоящие морозы пришли в Перу. Впервые за долгую историю метеонаблюдения температура воздуха там опустилась ниже 20 градусов Цельсия. О том, как переносит несвойственно для региона холода местные жители в материале моих коллег. В Перу пришли сильные холода, при том, что зима в стране официально ещё не началась. В некоторых регионах столбик термометра опустился до минус 21. Власти выпустили жёлтые и красные предупреждения об опасности холодной погоды. В Анском регионе Хунин пастбища покрылись льдом, а скотоводы вынуждены одевать своих телят в одеяло, чтобы те не помёрзли. Особенно страдает крупный рогатый скот, коровы и телята. Но также овцы и альпака. Они в четырёх часах отсюда. Печально, что власти Перу никак не помогают. Официально зима в Перу начинается 21 июня. Двузначные минусовые температуры в этой стране вообще редкость. А до начала зимы тем более. Мы предупредили о снегопаде и резких перепадах температуры, как сегодня. Мы предупредили людей, что будет холоднее, чем обычно. Это происходит в высоких регионах Ант. Самая холодная погода была зафиксирована в Перу в августе 2003 года. Тогда температура опустилась до минус 28 градусов по Цельсию. Доковые экспонаты, украденные из разных уголков Италии, выставили на всеобщее обозрение в Музее спасённого искусства. Ликвии и шедевры, созданные ещё до нашей эры, так и пылились бы в частных коллекциях, если бы не специально обученные на поиски таких пропаж карабинеры. Этим амфорам более двух с половиной тысяч лет. Ещё недавно казалось, что они потеряны для Италии навсегда. Однако полиции удалось найти украденные реликвии. Теперь их выставили в Музее спасённого искусства в Риме. Всего здесь 100 экспонатов. Их отобрали из 260 предметов искусства, украденных за последние полвека из разных регионов Центральной и Южной Италии. Все они были возвращены в декабре прошлого года из США. Некоторые хранились в музеях, некоторые – в частных коллекциях или аукционных домах. Реликвии созданы в период с 8 по 4 века до нашей эры. Некоторые из них – настоящие шедевры, как этот «Позади меня», который представляет собой кувшин, или питос, с одним из древнейших изображений мифа об Одиссеи и Полифемии. В октябре этот кувшин вернётся в древний город Червитери в Лацо, откуда был украден. Остальные экспонаты тоже вернут владельцам. А в музее выставят новую партию спасённых реликвий. Предметы старины в Италии крадут постоянно – из музеев, с территории археологических раскопок и других мест. Поэтому в 1969 году в стране создали подразделение карабинеров по охране культурного наследия. Именно оно в сотрудничестве с властями США вернуло в Италию эти экспонаты. «Мы вернули их, проведя расследование в обратном порядке. Сначала нашли сами предметы, потом проработали различные версии, а затем установили личности грабителей. Эти грабежи были совершены в 70-х годах, которые были золотыми для чёрных археологов и расхитителей гробниц». За годы работы карабинеры вернули Италии более трёх миллионов ценных предметов, а также изъяли более миллиона поддельных произведений искусства. Кто сильнее – слон или американский суд? Такой вопрос не возник бы, не начнется шумиха вокруг истории с постоялецей бронгского зоопарка. Зоозащитники утверждали, что её удерживают в вольере против собственной воли. Но суд, куда обратились эквилисты, чётко разъяснил, положены ли человеческие права, пусть и умному, но животному. Пока слониха Хэппи беззаботно гуляла по вольеру, решилась её судьба. Она останется в бронгском зоопарке в Нью-Йорке. Так постановил апелляционный суд штата. Он считает, что на животных не распространяется правило «хабиас корпус». Страсти вокруг слонихи разгорелись именно потому, что защитники прав животных настаивали на применении этого акта по отношению к питомице зоопарка. Истцы заявили, что слоны – умные животные и осознают свою личность. Поэтому они имеют право на неприкосновенность. В соответствии с правилом «хабиас корпус» задержанный человек может пожаловаться в суд и потребовать проверить законность своего ареста. Это также может сделать кто-нибудь другой от его имени. Защитники прав животных утверждали, что слониху Хэппи удерживают в зоопарке против её воли. Они требовали перевести её в один из заповедников для слонов в США. Судьи заявили, что не оспаривают того факта, что слоны умные. Но они не люди, поэтому у них нет таких же юридических прав, как у людей. Также судьи отметили, что предоставление свободы Хэппи могло бы дестабилизировать общество. В суд могли бы посыпаться заявления с требованием освободить тех или иных животных, включая домашних и служебных. И напоследок новости из околоспортивной тематики. 28-летний австралиец установил новый мировой рекорд по отжиманиям среди мужчин. В течение часа он отжался 3182 раза. Это на 128 раз больше, чем его предшественник, тоже австралиец Джаред Янг. По попыток установить мировой рекорд у Даниэля Скалли было несколько, но к заветному показателю он не мог приблизиться из-за боли в руке. Однако, что называется терпение и труд, все перетрут. Долгие методичные тренировки позволили ему достичь желаемого результата. И теперь он первый. К слову, ему же принадлежит один мировой рекорд по самой длительной планке. В такой позе он простоял больше 9 часов. Ну а на этом у меня все. Смотрите мировые новости в эфире канала УТС и читайте в нашем Телеграм-канале. Все явки и пароли на ваших экранах. Ну и я, Дмитрий Белькевич, прощаюсь с вами. Пока. Субтитры подогнали Симон.